Чесалину, Чесалин, Чесалин, Егор Миловзоров, кстати, с капитанской повязкой сегодня команду вывел, его ассистенту Чесалин и Демидов. Это атака Новосибирской Сибири, сейчас Алексей Кручинин, не удалось ему, а вот теперь Кручинин перехватывает шайбу на пятак. Чесалин не успел бросить, но Чесалин сохранил шайбу с партнерами по команде в зоне юности. Демидов, Демидов бросает на месте голкипер Минск. Главный тренер Евгений Валерьевич Исаулов, ему помогают Дмитрий Корпяков и Александр Белявский. В инстаграме выкладывал сегодня видео, если кому интересно, хотите, посмотрите. Там, в общем, увидите, как начали готовить лед. Сейчас увидим в следующей игре и, возможно, защитника Бодрова и Антона Веддина, Ника Шора. Хотелось бы уже увидеть вот эту новичку. Чесалин. Чесалин назад на Демидова. Чесалин. Вновь Демидов. Демидов бросок под правление Чесалина. Шайба в воротах. Забрасывает Никита Шашков. И вот на добивании хорошо сыграли. Шашков совершенно один находился справа от ворот. И все, что оставалось Никите, это, конечно же, по пустым воротам не промазать. А здесь Чесалину, кстати, пять с плюсом. За то, что так поборолся хорошо. Началась атака после броска Демидова от синей линии. Кто-нибудь уже, все-таки, добился своего, создал опасность. Никита Шашков становится автором первой шайбы в новом сезоне, в предсезонном товарищеской игре. Так, а нет, здесь, смотрите, Чесалин поборолся. Но в первую очередь на пятаке хорошо боролся Вячеслав Литовченко, который помог шайбу забрать в борьбе с защитником. И уже на добивании Шашков хорошо сыграл. Вот мы видим Литовченко перед воротами. Выцарапал шайбу Чесалин и, по заявке, это Егор Дугин, тоже когда-то игравший за Новокузнецкий Металлург. Тоже достаточно возрастный уже игрок. Ну, чемпионат Беларуси играет за юность. Контератака в меньшинстве. Прострел, бросок выручает голкипер. Зина, для всех бесполезно. Андрей Гермаков. В общем, с вами я, аккредитатор Михаил Дорошенко. И Минск атакует на первых секундах. Хороший бросок в октябре. Демидов, шайба и Демидов по правому борту не получается. Нет, получается передачу сделать. Выходит один в один с голкипером Никита Коротков и бросает по воротам. В итоге, даже один. Минут 10-15. За минут 10-15 до начала этой игры ребята настраивали с белорусскими специалистами. Пытались сигнал наладить. Может быть, не совсем хорошего качества трансляция. Но все, что могли, сделали. И в итоге вы сможете сейчас хоккей на ОТС. Коротков хорошо держит шайбу под контролем. Передача. Передача на Ахиярова. Ахияров. Ахияров не стал бросать. Подержал шайбу тоже Ахияров. Дать зону соперника. Брамаев не совсем точную передачу сделал. Дубакин внешней стороной клюшки бросает. На добивание сыграл. Пустые ворота бросал. Но Никита, вы знаете, постепенно, постепенно все больше и больше начинает забрасывать. Я надеюсь, что вот этот новый сезон для Шашкова станет таким сезоном голевым. По крайней мере, хотелось бы. Опасный момент перед воротами Красоткина. Защитники строкуют. Как же сейчас великолепно Красоткин сыграл. Второй бросок шайба ворота. Подправил все-таки шайбу Робба. И, вы знаете, все, что мог сделать Красоткин, но он все-таки юность забросил. Смотрите, болельщики юности на трибуны. Выпустили болельщики на трибуны. А пусть немного. Ну, а Робба здесь перед воротами один совершенно оказался. Клюшечкой подправил шайбу перебросил. По-моему, через принчок Красоткина шайбу ворота. Посмотрим еще раз на повторе, как эта шайба была заброшена. 1-1. Менчане, вот так вот отсидевшись в обороне, провели одну, по сути, атаку. Так. Вот мы видим серию здесь. Дермаков не сумел забрать шайбу. Бросок 25-го номера. Ну и Робба тут подправил. Бросал поворотом Сергей Демагин. Да, да, вот мы видим, как подправил шайбу. И начнется атака. Виноградов обобрал Шарова. Ну, а здесь будет удаление или нет? И не повезет новосибирцам. Нет, без нарушения правил здесь получилось. Вновь новосибирца с шайбой. Кудака. Кудаков через центр. Немножко оператор запаздывает. Здесь выводит Шарова. И Шаров выводит Сибирь вперед. Великолепный бросок Александра Шарова. Контратаку не стал он на Коротково делать передачу. Ну и слово ставим хорошую оценку за действия Кудака. Вадим Кудака, конечно, отличную передачу сделал. И Вадим Кудака позволил Александру Шарову вот этот бросок совершить поворотом голкипера команды хозяев Ростислава Зиновенко. Вот мы видим, как Кудака подключает Шарова. Шаров разворачивается. Там Коротков справа накатывал. Но Шаров сам бросил хороший кистевой бросочек. Такую подмышку. В итоге счет становится 2-1 в пользу Сибири. Ну и по лицу досталось Александру Шарову. Еще он смотрит повтор. Развернулся. Заши хорошо. Мокрой был передачу на Коротково. Это талант. Талант это хороший момент. Бросок. На месте голкипер. Команды хозяев Зиновенко. Великолепно разыграли. Смотрите, как Дубакин молодец. Играет. Через Литовченко. Литовченко. Бросок. Добивание. И не удается. Нет, не Литовченко. Михаил Коньков был. Михаил Коньков. Великолепно сейчас Дубакин начинал. Но это лучше, чем ничего. Красоткин. Красоткин ошибается на ровном месте сейчас за воротами. И будет удаление в составе Сибири. Ничего не оставалось делать Андрею Ермакову. Вот как раз за Егором Дугиным нужно присматривать. Достаточно опытный игрок, знающий свое дело. И шайба не попадает. Уже сыграно 6 минут третьего периода. По-прежнему минимальное преимущество. Минимальное преимущество новосибирской команды. Шашков. Право. Здесь через правый борт. Яковлев врывается передача. Бросок Короткова. Шайба ему пошла. И в итоге еще одна атака Сибири. Бросок. И на месте. На месте. Команды. Андрея Антонова была. Еще одна передача. И добивание. Первая тройка нападения окажется на льду. Сразу видно преимущество Сибири. Сразу видно, что у этих игроков класс выше. И какая передача. Бросок. Это не снимают. Не рискуют. Решили Ростислава Зиновенко оставить в воротах. А вот это момент. Бросок. И как же так. Не удается реализовать. Передача Ермакова на пятак. Не доходит пас до Егора Миловзорова. А перед этим Миловзорова, кстати, бросил по воротам. Егора сегодня не везет. Пока не может. Он забросил свою шайбу. У нас звучит. Уже должна звучать сирена. Да. Итак, уважаемые болельщики. Завершается эта встреча. Завершается минимальной победой Сибири. Сейчас вы в прямом эфире смотрите хоккей. Вот. Итак. Булитная серия. И выполняет у нас Овчинников первый булит. Не сумел он переиграть голкипера. Минского клуба. Сумел устоять Зиновенко. Ну, а так вообще Овчинников, конечно, мастер в этой компоненте. Расстроен молодой нападающий. У команды хозяев Егор Дугин. Кстати, я вспоминаю, когда Егор Дугин выступал за Новокузнецкий металлург. Он регулярно был булитером. И вот сейчас Красоткин сумел переиграть. Дугин регулярно выходил булитной серии. И если я не ошибаюсь, вот как раз в том сезоне, когда Сибирь... Когда Металлург играл в континентальной хоккейной лиге Новокузнецкой, вот Егор Дугин, по-моему, даже в булитной серии забивал Сибири. Надо проверять. Так не в прикол. Ну, вроде бы забивал. У нас. Великолепно переигрывает сейчас Алексей Кручинин и забрасывает свою первую официальную шайбу в составе Сибири. Пусть в булитах, но мы повели в счете 1-0. Первые булиты не сумели реализовать хоккеисты ни Юностин, ни Сибири. Ну, а здесь... Посмотрим, удастся ли переиграть Красоткина. Нет, не удается 17-му номеру Федору Николаене, молодому игроку, переиграть нашего молодого голкипера. Так. 1-0 в пользу Сибири после двух бросков. Николаене сейчас попытался обыграть, но здесь Красоткин достаточно хладнокровно. Так, Дубакин. Дубакин! Великолепный бросок. Не стал сближаться с вратарем и просто бросил. Еще один воспитанник Сибири. Поздравляем его. Забрасывает шайбу. В составе Сибири в булитах Сергей Дубакин. Ну, молодец. Над плечом бросил. Шансов просто не было у голкипера. Хозяев Ростислава Зиновенко. Теперь появляется у нас нападающий Фищенко. И Фищенко тоже не сумел забросить. Если сейчас забрасывает... Это были третьи броски. Если сейчас забрасывает кто-то из хоккеистов в Сибири, то мы побеждаем в этой булитной серии. Фищенко тоже не стал бросать. Ну, как-то... А, все. Было, получается, по три броска. Сибирь одерживает победу.